Все уедет, и выносить не надо. Саня поглядывает за порядком, контролирует руки за спину. Ой, не могу. Машинка многострадальная, которая падала на лицо, на свое. У тебя достался коврик. Ага, я достану. Ну, оно сломалось, видишь. Папа говорит, надо другое купить. Вы видите, что творится? А что случилось? Выгребли. А что случилось? Ну, сломалось. А куда ехать? Куда ехать? Уже никуда, Сашуль. Платки на лице от пылища. И тут все эти холодильники. Вот это все, что от ремонта. Декоративная. А, караед. Она уже все ее, наверное, выкидывает. Господи, чего они только не повытаскивали. Ой. Витя приедет, потом на грузовике вывезет все это. Девочки, мне сейчас Костя рассказал очень интересную примету. Он же риэлтор. Продавали они квартиру одну. Целый год не могли продать. И пришла покупательница. Прокурор она. Ничего не спрашивала. Никакого торга. Ничего. Она спросила, говорит, давно продаете? Костя говорит, год уже продаем. Она говорит, если квартиру продаете, ну, чью-то, да? Нет, в смысле, если вы купили квартиру и потом ее продаете, а в квартире вы нашли деньги какие-то, какие-то цепочки, допустим, да, или какие-то драгоценности или там что-то, то их нужно выкинуть. Иначе вы никогда не продадите. А я и говорю, я говорю, а у меня осталось, вот, украинские монеты от них остались. Он говорит, выкинь. Вот сейчас пойду выброшу мусорку. Вот представляете, Костя говорит, это такая примета риэлторская, которая работает на 300%. Вот, так что, если кто не знал, вот так вот. Если купили квартиру и оставили там что-то найденное, а собираетесь продавать, сначала выбросьте. А еще, девочки, есть примета, которая тоже очень хорошо работает. Я вообще очень плохо в это верю, я такой человек-то. Но вот на самом деле от страшной болезни можно откупиться. нужно продать то, что у тебя, что ты считаешь, самое ценное. И вот я смотрю, у Самуэла же у матери рак-то был. Там, ну, на самом деле, там все было очень страшно. И им посоветовали отказаться от доли в квартире в пользу племянника. чтобы болезнь ушла, оставила ее. Они отказались. И жива Татьяна Васильевна. Ну, и здорова. Чего, в этом смысле-то она здорова? Ну, там то, что у нее ноги больные, понятно, это другое дело совсем. Это возраст, это там нажито из-за жизни. Ну, а рак-то уже сколько лет она живет. И проходит она обследование, и все. Так что, может быть, и есть на самом деле какая-то правда в этом. Ну, вот посмотрим. Выкинула я мелочь бывших хозяев. Я бы, конечно, если бы я не собирала монеты разных стран, я бы, конечно, их сразу выкинула. Ну, так вот. А про ту женщину прокурора, которая пришла и сказала Косте про это дело. Интересно. Костя ей говорит, непонятно, зачем приходила. Я говорю, так она, может, и приходила тебе вот именно это сказать. А он нашел на двери, там цепочка висела. И он говорит, я ее выкинул в окно просто, даже не в мусорку, а в окно. И все, пришел, ну, следующий товарищ посмотрел квартиру и купил. Да, наверное, что-то есть в этом. Не зря же веками в это верят. Ой, Господи, когда же все это вынесется. А еще, девочки, есть примета, которая тоже очень хорошо работает. Я вообще очень плохо в это верю. Я такой человек-то. Но вот на самом деле от страшной болезни можно откупиться. Нужно продать то, что у тебя, что ты считаешь, самое ценное. И вот я смотрю, у Самуэлла же у матери рак-то был. Там, ну, на самом деле, там все было очень страшно. И им посоветовали отказаться от доли в квартире в пользу племянника. Чтобы болезнь ушла, оставила ее. Они отказались. И жива Татьяна Васильевна. Ну, и здорова. Чего в этом смысле-то она здорова? Ну, там то, что у нее ноги больные, понятно, это другое дело совсем. Это возраст, это там нажито из-за жизни. Ну, а рак-то уже сколько лет она живет? И проходит она обследование, и все. Так что, может быть, и есть на самом деле какая-то правда в этом. Ну, вот посмотрим. Выкинула я мелочь бывших хозяев. Я бы, конечно, если бы я не собирала монеты разных стран, я бы, конечно, их сразу выкинула. Ну, так вот. положили Сашу спать и рванули. Что, мам, тебя завести там или подождать? Может, мы тебя закинем, да потом приедем с тобой через полчаса. Что есть? Да завезите на почту, да езжайте. А вы куда хотели? Ну, конечно. В городок. Так, привезли меня на почту, высадили мои и уехали. А почта-то закрыта, что ли? Я не понимаю. Что происходит-то? Что происходит-то? А что, праздник какой-то? Слушайте, аж сегодня же, да, вот этот вот... Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Сегодня же праздник российский какой-то вот этот. Не могу я. О, живём. Ничего не знаем. Так что, Леночка, отправлю я только. 15 июня будет рабочий день. Так что уж прости, дорогая, но... так и что мне делать теперь ну ладно пойду потихоньку мне в аптеку надо пойду туда в сторону дедушки ленина ребята в городок там кости надо колесо купить у тачки сломалась а столько мешков с тяжеленным мусором землей что их даже тащить до ворота лучше на тачке довести до здорово вот такая я патриотка не знаю праздников еще главное было что-то в голове но я как-то ну значит так маленький бизнес народу то нет никого все на пляже кафе какое-то прям кафе вот это еще не доделали видимо до конца телефон доставки европейская японская мангал прям доставка черноморском посмотрим что достроит что будет тут они как-то не подрассчитали к сезону то не открылись какая розочка люблю я оранжевый цвет он меня стимулирует прям желтенькая внутри ой каких только роз нет да разных оттенков разных цветов зашла магазин который я никогда не хожу ну просто потому что делать нечего пока ребята ездят и купила вот такой браслет вот объясняю почему купила я их из-за вот этих вот на 6 отделений коннекторов на 6 еще он что-то еще какие-то много их довольно таки у меня таких нет из-за них я и купила собственно говоря там еще несколько бусинок сейчас я на ровное место это самое есть несколько бусинок кошачьего глазу синего ну а эту чепуху я выкину разберу до кино какие тут интересные есть детальки смотрите это как рамочки для бусин но уж очень конечно мелкие пригодятся куда-нибудь интересные тут такой не купить фурнитуры так что удачненько зашла сейчас еще зайду в аптеку конкор мне надо что пойду зайду в яблоко мне мне собственно надо сигарет остальное у нас все есть так таблетки я купила я теперь в магазине хожу знаете как не глядя ни на что это весы кухня в общем короче на всякие продукты стараюсь не глядеть и дома тоже приехали сплошные соблазны едят всякое вкусно что мне нельзя ужас может соль взять тут выбор то поинтереснее чем в пуде ну чё тут для нас панкреатитиков и диабетиков ой не могу я уже этого всего наелась конфеты конфеты погрызть снимать и разговаривать разговариваю снимать не дают за сигаретами технический перерыв толик позвонил соскучился я гладно вырвусь может во вторник на почту позвоню тебя чем занимаетесь да как чего так где они что это там за карета на колесах стоит какая-то господи убожество дикое мурманская машина машина мурманская толик звонил соскучился как вы отдыхаете чего делаете теперь почта только во вторник будет работать так кости хочет мой сломанный шкаф убрать ну сломанные у него дверцы вываливаются а дверцы зеркальные тяжелые ну вряд ли тут чего не знаю я так не люблю мебель которую тут продают на букву г это я а продавцы тут это просто не меня выбешивают нахваливает вот блин эту мебель вашу собирать замучаешься длин Должны специалисты собирать Ага, вот у нас и собирал ваш специалист Из которого теперь из шкафа Через полгода стали двери вываливаться Специалисты, одни понты Вот приехали, как мои ребята, да, пятый день У меня просто вся моя жизнь встала с ног на голову Я не могу ничего делать, потому что у меня все Все, из чего я делаю, все это хрен найдешь С этими разборками У нас постоянный кипиш Что-то надо разбирать, что-то надо вот это Повыкидывали столько того, что лежало и лежало Потому что я постоянно делаю Я не знаю, что мне завтра понадобится Сегодня вот встала делать из цемента Не могу не найти, найти ни от них Были такие штучки металлические в дырочку Я их обычно клала вместо сетки в цемент Ну, чтобы он не трескался Нету, ну нету Пришлось взять вязальные спицы и засунуть туда 6 штук Ну, в общем, короче, у нас полный переворот дома И теперь настанет такое, что начну что-то делать И надо будет ехать покупать Всякую мелочевку, всякую ерунду, но которая мне постоянно нужна Вот так Я говорю, еврейский погром Не, ну, конечно, хорошо Что говорить-то Сама бы я все это не вытащила Но я так привыкла жить спокойно Встала себе И работаю Захотела убираться, уберусь Не захотела и... Вы посмотрите Ой, какие серьги-то у тебя Такой миньон Миньон? Звезда Ютуба Подожди Поехали кататься Сейчас часик покатаются Потом на море, на пляж А я вот вчерашний лист Который там набелялся Не знаю, что получится Он такой двойной То, что он двойной-то не получается Ну, не знаю Ой, господи Извините Чишки Бегите, Костя зовет Все меньше и меньше остается Дырок на крыше Как дело к вечеру Так лезет на крышу Ой, мои дорогие Что-то закрутилось с делами И про закат забыла И время-то уже пол одиннадцатого Вон, темно в доме Спят Костя с Таней И с Сашей Ну, мои, конечно, сидят Вон На ночь глядят Да Смотрят Вот, так что Я с вами прощаюсь До завтра Я про вас помню Но времени у меня нет Даже комментарии читать Девчонки Я вот сейчас Просто падаю А потому что у меня Я теперь отсюда Переезжаю Туда В большой дом А здесь начнется Ремонт И таскали-таскали Все Таскали-таскали И Я просто падаю Ой, не могу Я отвыкла От такого ритма жизни И уже, видимо, я просто Старая стала Очень-очень мне это тяжело Я сегодня Ни на пляж не поехала Ничего Все Шмотки собирала Вот, так что, мои дорогие Давайте До завтра Я вас обнимаю Целую, мои хорошие Спасибо вам, что смотрите И не забудьте Что 14-го розыгрыш Кто не подписан Подпишитесь И отметьте в комментариях Какого-нибудь своего друга Я за вас уже заранее переживаю Все, мои дорогие Пока-пока Машины гоняют Ой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому